Ну что ж, друзья, наидобрейшего времени суток с вами, как всегда, на микрофоне Дог Браун И мы продолжаем говорить о Терри, но на сей раз поговорим о гильдии, собственно, о моей гильдии О том, что да как, почему? Потому что очень много вопросов, серьезно, просто миллион вопросов Вопросов о том, как попасть в гильдию, можно ли попасть в гильдию, масса заявок до сих пор приходит Вперед, ребят, думаю, все знают, Back to the Future, вот так она называется Я являюсь ее главой, да, то есть моя гильдия, я создавал, многие знают, но, оказывается, многие не знают На данный момент у нас 255 человек, но в ближайшее время, ребят, станет чуть поменьше Потому что, опять-таки, я планирую провести, опять-таки, чистку гильдии Почему? Потому что много людей, которые сначала ринулись в бой, давай качаться А потом просто сбросили игру, то есть кому-то не понравилось Кто-то не сумел играть нормально, есть и такие Ну, у кого-то еще какие-то проблемы, тут уже дело такое, это уже дело каждого В связи с этим, в связи с тем, что гильдия развивается, гильдия растет И хочется, чтобы участники гильдии были серьезно настроенные люди А не так, что вот я там зайду недельку, побалуюсь и забью на игру То, чтобы такого не было, ребят, у нас теперь есть форум И теперь заявки на вступление в гильдию мы будем принимать там Я оставлю ссылку на форум в описании под видео Форум полностью функционирует, заходите, смотрите, там, кстати, много полезных текстовых гайдов И там же заявки, то есть читаете правила и оставляете там заявочку Некоторые правила я озвучу Во-первых, это то, что мы теперь принимаем только 58+. Почему так? Потому что игроки, которые докачались уже до 58 уровня Близки к 60-му, это нормально, серьезно настроенные люди Которые не будут быстро пересаживаться с одного класса на другой Там, а я хочу того попробовать, а я хочу этого попробовать То есть это люди, которые уже определились и намерены нормально играть То есть продолжать играть дальше, развивать свой персонаж, одевать его и так далее То есть это нормально, и мы таких людей приветствуем Единственным исключением может быть, ребята, только хилы, танки Ну и сорки, пожалуй, тоже, да, вот они могут быть исключением Потому что их у нас просто не хватает в гильдии Их мы можем взять, например, с 50-го левела и дальше помочь прокачаться до 60-го Это не проблема Мы все хотим, чтобы у нас в гильдии были нормальные люди, хорошо одетые Которые смогут участвовать, когда понадобится, может быть, и в массовых заварухах То есть тут уже дело такое Поэтому вот так вот Помимо этого, когда вы оставляете заявку на форуме У нас есть офицер, который отвечает за набор людей в клан Он просматривает эти заявки и пишет, например, парень, вот давай сегодня там часов в 9 по МСК Или в 8, ну, то есть там уже как договоритесь Заходи в РК, я с тобой пообщаюсь То есть этот человек заходит и он слушает, кто это, что это Нормальный ли этот человек хочет подать заявку, вступить в клан Он адекватный ли он, умеет ли он вообще играть И, ну, не 10 лет ему То есть почему, потому что, когда просто так заявки бросаются То есть мы же не знаем, что за возраст Я когда принимал, то были и такие, да То есть эти люди сразу кикались Потому что, ну, ну, а зачем они нам? Правда же? То есть вот То есть, а офицер смотрит Он пообщался, послушал голос То есть нормальный ли человек, адекватный ли он Умеет ли он спокойно, нормально общаться с другими людьми Потому что в гильдии много людей В РК тоже много людей Как бы, ну, чтобы стычек не было, да Вот я хочу так, а я хочу вот так И понеслась, да Чтобы такого не было То есть чисто для этого это все сделано Чтобы у нас в гильдии были нормальные люди Поэтому небольшое собеседование такое А потом вам офицер скажет, мол, добро пожаловать в гильдию Ну или наоборот, мол, извини парень, проходи мимо То есть тут уже многое зависит от вас Касательно еще правил, скажем так, набора Вот, ну, фактически это небольшие такие, может быть, усложнения А также для того, чтобы посмотреть, ну, вообще готов ли человек чего-то сделать Чтобы вступить в гильдию, да То есть потому что если человеку лень просто зарегистрироваться на форуме И оставить там заявку То, ну, что можно ожидать от него в игре, да То есть вот мы сейчас тоже опять-таки кикаем таких игроков Потому что, мол, пойдем в рейд Не, я не хочу Нет, извините Я, как глава гильдии, собираю рейд на тот же Нексус или в Альянс А мне в ответ, что, мол, извини, я не хочу Ну, как бы, извините Что-то как-то неправильно, правда же То есть, а потом мне пишут, что, мол, ну, я вот соло-игрок Я привык сам Ну, ради бога Но если ты привык сам, то зачем ты вступаешь в гильдию? Гильдия как раз-таки для того, чтобы играть не соло, не самому А с другими людьми То есть, и возникает много вопросов, мол, зачем же ты вообще сюда пришел, в эту гильдию? То есть, таких игроков, ребят, у нас парочку, пожалуй, еще есть Я их еще тикну Но новых таких мы не берем Нам такие не нужны просто Поэтому, ребят, независимо от того, в онлайне я или не в онлайне Есть офицеры, их сейчас 7 офицеров Это вполне достаточно, чтобы управлять гильдией Следить за порядком Собирать, скажем так, людей на мероприятия разные Вполне достаточно То, если офицер говорит, что, мол, ребят, вот отложите все И идемте рейдом То все откладывают и так и делают Потому что вот сейчас видно, да, что Наша гильдия, она, в принципе, в топе Она на первой странице вообще списка гильдий По славе, по количеству людей И хотелось бы, чтобы наша гильдия была в топе Не только по этим параметрам, что мы вот, мы есть на первой страничке А чтобы и другие игроки тоже знали Что вот гильдия Back to the Future Там сидят серьезные ребята, которые умеют играть Которые играют пачки, играют вместе и играют слаженно А чтобы играть слаженно, нужно играть вместе Нужно сидеть в РК Это обязательное условие Если ты в игре, то ты сидишь в РК Обязательно, даже если нет микрофона И, то есть, слаженно играть с другими, да То есть, играть в рейды, вступать Ходить рейдами в те же альянсы На Нексусы и так дальше Это правильно, так нужно Я не понимаю людей, которые возмущаются Что, мол, как постоянно быть в РК Зачем? Как? Почему? Все просто, чтобы слышать о том, что происходит в гильдии Куда идет гильдия Какие команды отдает рейдлигер Это правильно Это нормально Это естественно для гильдии И если вам это не нравится То, ну, ребят Значит, вам не к нам Поверьте, есть офицеры, которые у нас просматривают Есть вы в игре и есть ли вы в РК Посмотреть это не такая большая проблема И поэтому, если вы есть в игре, но не сидите в РК Вас спросят В чем дело Если вас так заметят раз, второй раз То дальше вас кикнут Почему? Потому что это нарушение правил гильдии В правила у нас входит постоянное присутствие в РК Зашел в игру Зашел в РК Это обязательное условие И не нужно его игнорировать Игнор данного условия приведет просто к кику из гильдии То есть, я думаю, тут все просто и понятно Плюс ко всему прочему Лично от меня такое условие Это то, что, ребят, у нас не матерятся Я сам не матерюсь И поэтому ожидаю от людей, которые вокруг меня Которые со мной общаются Которые сидят в РК Которых я слышу То я хочу слышать нормальную речь Вокруг себя без матов Это вот такое вот мое условие Если я или офицеры гильдии Просекают такое за кем-то Мы просто вешаем мут Предупреждаем Такой предупредительный мут Если это за человеком будет опять-таки повторяться Если человек не может жить без матов Он будет кикнут из гильдии То есть Зачем вот это все слушать? Слушать маты чьи-то Правда же? Ну зачем? Мы хотим зайти в игру Отдохнуть со всеми Пообщаться нормально Поиграть И слышать культурную речь Я считаю это нормальным Это естественно То вот такая вот Скажем так у меня Просьба к участникам гильдии По сути все так рассказал Все сказал Единственное что я хочу добавить Что ребят Очень много получаю вопросов Мол а как ты чийца? А где взять питомца? А что такое Нексус? А как создать гильдию? Ребят На канале есть плейлист Посвященный Терри И там масса гайдов Там просто ответы На все ваши вопросы Не поленитесь Зайдите туда И посмотрите Выберите видео Которое вас заинтересует И посмотрите его Я получаю миллионы вопросов Там ежедневно Там просто личка вломится Захожу в игру Мне начинают шептать В Тере Там Дока Как А что? Ребят Уже на все эти вопросы Давным-давно отвечено Просто не даже не просто Отвечено Уже даже показано Что надо Где надо И как надо Это делать То есть Заходите Смотрите Подпишитесь на канал Чтобы быть в курсе Добавляйте себе Некоторые ролики Может быть Вконтакте Чтобы не терять их Там на стенку взяли Добавили Все У вас оно там есть Это удобно Забыл что-то Взял Ага Вот оно Взял Посмотрел Это реально удобно Не поленитесь Очень много Заточка Как шедевралить вещи Как точиться на плюс 12 Как закреплять и менять Статы разные Все это есть на канале Ребят Смотрите Даже по разновидностям Алкогестов И как повысить шанс Заточки вещи Даже это есть Так что Не ленитесь Реально Смотрите Потому что Столько вопросов Одинаковых То есть Один задал Второй задал Третий раздал А с другой стороны Можно было бы даже не спрашивать А зайти и посмотреть Там уже все отвечено На этом все Ребят Все ссылки В описании Под видео Будут Заходите Оставляйте Заявочки На форуме Написано Все абсолютно Включая РК Там все написано Найдете Всем вам удачи Спасибо Что посмотрели Жду вас В Тере Жду вас В своем клане Добро пожаловать Всем адекватным людям На этом все Удачи И до новых встреч Не болейте Пока Пока Пока